Издревле русский народ славился своей игрой на гуслях и нередко покорял ее самые зачерствелые сердца и души. Гусли были неизменным спутником русских народных гуляний. Гусельные наигрыши и песни были любимы и простым народом, и сильными мира сего. Сейчас этот инструмент редкий, но не забытый. В Петербургском клубе гусляров состоялся ежегодный концерт-встреча, где звучал этот старинный музыкальный инструмент. Гусли – инструмент от Бога, инструмент мира и гармонизации Вселенной. Так считают и ученые, и композиторы, и те, кто увлечен ими. В Петербургском клубе гусляров состоялся ежегодный концерт, где звучал этот старинный музыкальный инструмент. Встреча объединила всех ценителей данного искусства. Ульяна Громакова занимается на гуслях 6 лет. Сейчас она солистка ансамбля народного творчества «Таусинь». Я очень люблю этот инструмент, потому что он звонкий, красивый, редкий и исконно русский. Когда я играю на нем, у меня поднимается настроение, и я чувствую себя очень счастливой. Здесь же в фойе прошла выставка этого народного инструмента. Гуслиничных дел мастер Александр Теплов подробно рассказывает о каждом. Более 30 лет своей жизни он посвятил этому ремеслу. И не устает удивляться богатству гусельной культуры. Говорит, что гусли связывают мир видимый и мир чувственный воедино. Посыл соединения несоединимого, какого-то неведомого, он заложен, мне кажется, в самом инструменте. И вот эта вот его гармоничность, его удивительный смысл. Притом, вот чем больше им занимаешься, тем больше он как бы свои тайны раскрывает. Не так давно вот я обратил внимание на конструкцию инструмента. Ну, казалось бы, вот все струны имеют единое начало на струнодержателе, но имеют у каждой свой колок, свою длину, толщину и свою высоту. И это как, смотрите, как модель мироздания, где разные народы имеют в Боге единое начало, но каждый поет свою песню бытия на своей высоте в гармонии с другими. Участие в концерте приняли ансамбли и солисты, юные и профессиональные исполнители на гуслях и лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Гусляр Максим Анухин считает этот инструмент элитарным и необыкновенным. Глубина его звучания и простор для чувств поражают воображение, говорит он. История гуслей – это космос, это тысячелетие. Задолго до принятия христианства уже была гусельная, очевидно, культура. Гусли уже звучали. Издревний русский народ славился своей игрой на гуслях. Этот инструмент обладает таким комплексом свойств, что человек, который близко соприкасается с ним, во многом меняется внутренне. Меня, в принципе, это очень впечатлило, поскольку, мне кажется, этот инструмент как никакой другой подходит для выражения именно русской души, русской культуры. Вот его многообразие, его сложность, в то же время простота и чистота этого звука меня, честно говоря, стало для меня откровением. Ежегодный концерт встречи призван объединить тех, кто посвящает себя одному из направлений народного творчества. Гусли – это символ музыкальной инструментальной культуры России. Музыцирование на них может стать проводником к истинной духовности.